Саш, здесь собралась самая красивая и самая добрая публика. Мы с тобой ничего не успели сказать, как уже все зааплодировали и кричат «Браво!» Правильно, друзья, да? Здесь только так и никак по-другому. Поэтому, если вам будет смешно, смейтесь, дорогие друзья. Если вам будет не смешно, смейтесь, дорогие друзья. Если вы нас не узнали, это Юрий Аскаров. Александр Олешко. В Сочи удивительные, конечно, люди. Сегодня бежала за мной женщина и кричала «Сашенька, миленький, дорогой, я ваша наследница!» Я говорю «Подождите, может быть, вы хотели сказать «поклонница»?» Она говорит «Ну да, ну какая разница?» Я говорю «Нет, это большая разница!» Давайте поаплодируем нашим прекрасным встречам здесь, в Сочи. Погромче, пустите энергию в этот зал! Юморини, добрый вечер! Добрый вечер! Слышал я, что в сочинских школах, наряду с уроками труда, Юра, наконец-то ввели уроки отдыха. Там учат, как необходимо загорать, каким кремом необходимо намазаться. Интересно, а там учат, как надо смеяться на Юморини? А этому не нужно, не нужно учиться, нужно просто прийти на Юморину и сразу начнешь смеяться. Точно! А на сцене Карен Аванесян. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемая публика! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, самый солнечный, самый теплый, самый юмористический город России, Сочи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОИХ МУЖЕЙ, ВСТАНЬТЕ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не считается, муж подтолкнул, сам лично видел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мужчины, вы придёте домой, разберитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужчины, которые любят своих жён, сидите! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот знал, что мужчины не подведут меня. Вы обратили внимание, сколько у нас появилось поговорок, пословиц и анекдотов на тему семейных отношений? Ну, давайте вместе вспоминаем. Муж и жена Насильно Была бы шея Грустно произнёс мужчина со второго ряда. Любовь зла О-о-о, видимо, наболела. Жена говорит мужу, если б я знала, что ты такой козёл, я бы вышла замуж за чёрта. Может, это исключено, дорогая. Браки между близкими родственниками запрещены. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы обратили внимание, а? Заметили? Женятся зайки с котиками, а разводятся коровы с козлами. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты пришёл и всё испортил. АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот, например, такая поговорка, вот, милые бронятся, только тешатся. В автобусе женщина выговаривает мужу, ты бабник, ты кобель, ни одной юбки не пропускаешь, бабник, кобель. Рядом стоит женщина, внимательно слушает, говорит, простите, пожалуйста, а вы вашего мужа ругаете или рекламируете? АПЛОДИСМЕНТЫ А вот уже муж звонит в полицию, срочно, срочно, умоляю вас, приезжайте сюда, к нам домой, у нас здесь массовые беспорядки. Полицейские спрашивают, а что случилось? Ай, моя Сара разбушевалась. Так какие же это массовые беспорядки, а? Вы так и не знаете, какая у неё масса. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и как тут не вспомнить такую известную поговорку, шутки шутками, но могут быть и дети. Молодой папа держит на руках орущего младенца и приговаривает, «Спокойно, Боренька, спокойно, спокойно, Боренька». Прохожий долго наблюдает эту картину и говорит, «Какой же вы молодец, а! Как у вас столько хватает терпения, столько слушать крики вашего Бореньки!» «Какого Бореньки? Его зовут Миша, Боренька это я!» АПЛОДИСМЕНТЫ Вот есть такая замечательная поговорка, наверняка вы помните, «Сердцу не прикажешь». Две подруги разговаривают, одна говорит, «Ой, я, чтобы как-то освежить наши чувства, встретила своего мужа в таком прекрасном белье. Как только он вошёл, я протянула ему верёвку и сказала томным голосом, «Милый, свяжи меня и делай всё, что хочешь!» И что? Что-что? Он связал меня и пошёл на рыбалку! АПЛОДИСМЕНТЫ Есть такая замечательная поговорка любви, все возрасты покорные. Я лично знаю одного человека, ему 93 года, а глаза у него горят. Я говорю, дядя Шот, в таком возрасте вы ещё за девушками бегаете? А он говорит, «Да, бегаю за девушками!» Правда, когда догоню, не могу вспомнить, зачем я за ними бегаю. Ну вот семейная пара укладывается спать. Ну, дедушка уже засыпает, а супруга настроена романтически. Говорит, «Милый, помнишь, когда мы были молодыми, ты любил брать меня за руку?» Дедушка нехотя достал свою руку, взял её и опять засыпает. Бабушка опять. «Милый, а помнишь, ты перед сном любил меня покусывать за ушко?» Дедушка откинул одеяло, встал, наделал тапочки, она говорит, «Ты куда?» Он говорит, «Куда, куда?» «За зубами!» Ну, главное, не забывайте о том, что семейным отношениям предшествует такое яркое событие, как свадьба. И вот представьте себе, высоко в горах, на Кавказе, идёт подготовка к свадебному торжеству. Там оде надевают микрофон гарнитура, сюда на уши, он недовольный, говорит, «Слушайте, уберите этот микрофон, а! Дайте мне нормальный ручной микрофон!» Они говорят, «Так это же здорово, у вас здесь включён микрофон, руками спокойно можете разговаривать!» Он говорит, «Нет, я руки не знаю, куда деваться!» «А так я буду вот так разговаривать, потом микрофон взяли, вот так разговаривать!» «Так что дайте мне какой-нибудь ручной!» Они говорят, «Ну, у нас нет ручного, возьмите стакан, держите в руках этот стакан и как будто говорите в стакан, а тут у вас всё включено и всё нормально будет работать». Он говорит, «Хорошо!» Взял стакан, «Раз, два, три!» «Нормально? А, хорошо!» «Дорогие гости! Сегодня свадьба нашего дорогого Гиви и его очаровательной неповторимой супруги!» Он закрывает ладошкой стакан и говорит, «Слушай, это идиотка, как зовут? Имя забыла!» «Но если браки заключаются на небесах, то штамп о разводе ставят на земле». Пожилой мужчина приходит к колдуну и говорит, «Я прошу вас снять с меня старинное заклятие, которому больше 60 лет!» Колдун говорит, «А как произносилось это заклятие? Вы помните?» «Сейчас вспомню!» «Объявляю вас мужем и женой!» В завершение, конечно же, мне хотелось бы вспомнить такое изречение. «В дом, где лад, счастье, дорогу всегда найдёт». Очень часто можно услышать такую фразу «Я без тебя жить не могу!» А так хотелось бы другой фразы «Как мне приятно и радостно жить с тобой!» «Будьте счастливы!» «Зал аплодирует!» «Карен Аванесян!» «Карен Аванесян!» «Карен Аванесян!» «Ой, Юра, сегодня утром я катался на банане». «Ну и как, весело было?» «Очень весело!» «Поскользнулся на банановой кожуре, смеялись вокруг все». «Сейчас тоже будут все смеяться, потому что на сцену выйдут два артиста, которые всегда знают, как рассмешить». «Светослав Ещенко и Алексей Щеглов». «Алло, Семён Петрович, на нашем последнем сеансе я, как диетолог, рекомендовал вам употреблять продукты из пшена, а вы вторую неделю пьёте водку». «Ну и что, что она пшеничная?» «Я не это имел в виду!» «Если хотите похудеть, слушайте, что я вам говорю». «Здрасте!» «Здравствуйте!» «Не понял». «Доктор, который помогает людям похудеть». «А, диетолог». «Во-во, диетолог». «Это я». «Вот это я ляпнула». «Присаживайтесь, пожалуйста». «Ой, спасибо, доктор. Спасибо». «Да что-то такое за издевательство. Стули какие у вас узкие, а?» «Ну почему же узкие? Смотрите. Входит и выходит». «А, вы шутник, доктор. А мне не до шуток. Вы знаете, вот живот растёт не по дням, а по часам. Прям как взбесился. Растёт и растёт, растёт и растёт». «Какой месяц?» «В смысле?» «Я говорю, какой месяц не можете похудеть?» «А, пятый, доктор. Пятый. А тут ещё эти новогодние праздники. Я, значит, буквально 31 декабря присел к столу на минуточку поклевать. Встал 13 января. После того, как все ножки обглодал. Помогите, а? «Так, для начала вы должны следить за своим питанием. Исключите всё сладкое, пейте чай без сахара». «Ой, я и так пью чай. Без сахара, и без мёда, и без варенья, и без печенья, и без тортиков». «Вообще без сладкого?» «Только с салом». «О чём вы говорите? Никакого сала, только зелень. Петрушка, укроп, сельдерей». «Доктор, ем я зелень, не помогает». «А как вы едите?» «Ну, беру эту вашу петрушку, укроп, сельдерей, посыпаю ими холодец и ем. Иначе они в горло не лезут». «Я вам ещё раз повторяю, вам надо избавляться от всего жирного. У вас дома колбаса есть?» «Была. Я её съел». «Ветчина». «Была. Я её съел». «Так, понятно. У вас жена есть?» «Была». «Надеюсь, вы её...» «Отправил к матери». «Жаль. Она могла бы сдерживать ваш аппетит». «Так она и сдерживала. Съедала половину, чтобы мне меньше доставалось». «Я её выгнал к матери. Что теперь делать, а?» «Так, а крем для похудения пробовали?» «Пробовал я ваш этот крем. Толку от него никакого нет. 200 тюбиков истратил. Не помогает он. Крем». «Странно. А как часто вы втирали крем?» «А что, надо было втирать?» «Да. А вы что делали?» «На хлеб намазал». «Так. Вот что я вам посоветую. Займитесь спортом. А особенно бегом. Бег всегда помогает сбросить вес». «Доктор, я бы с удовольствием побегал, но я из дому выйти не могу, понимаете? Недавно зашёл в лифт и застрял. Вышел вместе с кабинкой». «Ну, тогда рекомендую молочную диету. Утром молоко, днём молоко, вечером молоко, на ночь огурчик». «И что, похудею?» «Нет, но бегать начнёте». «Ну что у вас опять за шуточки, а?» «И вообще, вам нужно чаще бывать на свежем воздухе. Я не знаю, походите по лесу, съездите на рыбалку». «Был я на рыбалке, доктор. Был. Помните, льдина с рыбаками оторвалась и поплыла?» «Ну?» «Это я на льду поскользнулся». «Давайте, знаете, что попробуем?» «Давайте попробуем новую методику. Гипноз для похудения». «Поможет». «Сейчас посмотрим. Сядьте поудобней. Сядьте. Расслабьтесь. Закройте глаза. Плывите по течению. Откройте ваш третий глаз. Закройте. Представьте озеро. Глубокое озеро. Вы бросаете туда мясо. Холодец. Курицу. Сало. Ветчину. Бросили?» «Да. Можно уже ложку брать». «Не отвлекайтесь. У вас нормализуется пищеварение». «Варение. Варение». «Под кожей жир перестает копиться». «Пицца. Пицца». «Весь свой ужин вы отдаете врагу». «Врагу. Врагу». «Повторяйте за мной. Я не хочу есть. 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 Я хочу жрать». «Не получается. Ну, есть какой-нибудь другой способ, а?» «Есть один. Ровно в полночь разденьтесь до гола. Зажгите свечку. Выйдите на перекресток двух дорог и, прыгая то на правой, то на левой ноге, повторяйте. «Лишний вес. Убирайся в лес. Лишний вес. Убирайся в лес». «И так сорок раз». «Лишний вес. Убирайся в лес. Лишний вес. Убирайся в лес. Лишний вес. Убирайся в лес. Лишний вес. Убирайся...» «И что будет?» «Миллион просмотров на Ютьюбе». «А вам станет стыдно, и вы, наконец-то, начнёте меньше есть». «А вам не стыдно издеваться над больным человеком, а? Неужели нет адекватного способа, доктор?» «А знаете, в чём ваша проблема? У вас напрочь отсутствует сила воли, поэтому вы и не можете устоять перед едой». «Но где её взять, эту силу воли?» «Надо тренировать». «Так тренируйте!» «Хорошо. Сейчас вы будете слушать то, что я вам буду говорить, и ни один мускул не должен дрогнуть на вашем лице. Понятно?» «Я вам расскажу про моё любимое блюдо. Жареную картошечку». «Накладывайте. О, рассказывайте». «Ни один мускул на лице. Как я это делаю?» «Сначала сковородочку нагреешь, положишь туда кубик маслица, и он так медленно тает, растекается. Берёшь лучок репчатый, меленько его порежешь и на сковородочку. И он зашипит, зашкварчит, и сразу золотистым становится. Аромат!» «А ты берёшь картошечку, режешь её тоненькими кружочками и на сковородочку. И они там шипят, шкварчат. А ты берёшь лопаточку...» «Подождите. Что?» «Пошкварчите ещё немножко. А ты берёшь лопаточку и переворачиваешь». «И-и-и-и». «Ну что ещё?» «Добавьте бекончику!» Берешь две полосочки бекончика и на сковородочку. И они там шипят, шкварчат. А ты берешь вилочку, накалываешь на вилочку хрустящий кругляшок картошечки. Дуешь на него, чтоб не обжечься. Подносишь ко рту. Спасибо, доктор. Спасибо, родной. Спасибо. Я наконец понял, что такое сила воли. Серьезно? Да. Мне теперь не нужна вся эта гадость. Все это жратва, это мясо, сало, ветчина, колбаса, куры, гриль, холодец. Гадость! Спасибо, доктор. Я побегу. Куда? Картошку жарить! Подождите, я с вами! Святослав Ещенко, Алексей Щеглов. Если у вас болит голова, то надо приложить к голове путевку в Сочи. Сразу все пройдет. А если вам грустно, дорогие друзья, приложите билет на нашу юморину. А куда прикладывать? А вот где грустно, туда и прикладывайте. Грустно вам точно не будет, потому что вас рассмешит любой артист. Друзья, встречайте. Замечательный дуэт. Игорь Моменко и Геннадий Ветров. АПЛОДИСМЕНТЫ Новости. Замечательная физика. Сопротивление проводницы, как правило, гораздо слабее, чем сопротивление проводника. Валера. Валера, 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 ты дома? Меня нет. Как нет, я тебя вижу, Валера. Валерка, я пришел к тебе поплакаться в жилетку, Валера. Какая жилетка, Валера? Я врубался. Да мне по барабану куда плакаться, Валерка. Барабану плакать. Если бы Шекспир писал... А кто это? Не знаю, Леха знает. Он с ним лично знаком. Если бы Шекспир писал драму о моей жизни, он бы Валера не дописал. Он бы обрыдался рыданием, Валера. А что, собственно говоря, произошло? Валера, смотри на меня. Я здесь. Валера. А, ты здесь. У тебя выпить есть? Уже нет. Почему? Я постоянно опаздываю. Судьба. Говорил мне отец, говорил, а я его не слушал. Что он тебе говорил? Не знаю, не слушал я. Мне тоже отец говорил, я его не слушал. Он мне говорит, Валера, никогда не мешай пиво с водкой. Потому что, если после девятого класса ты будешь мешать пиво с водкой, после одиннадцатого класса ты будешь мешать семен с песком. Зрях ты его, Валерка, не слушал. Я тоже вот не всех слушаю. Вот жену не слушаю. Недавно, вот смотри, прихожу домой после зарплаты на двенадцатый день. Сам. Честно. Ребята принесли. И она мне сразу с порога говорит, Валера, где деньги? Я говорю, Люда, ты взрослая баба. Деньги в Центральном Казначействе России. У меня тоже с женой был казус. Мы приехали отдыхать в Таиланд. Это в центре Европы. И снимали в Бунгалу. Кого снимали? Ну домик такой маленький. У меня там кран тек. Приходил сантехник каждый день. Валера, я не врубаюсь. Мы уже десять дней, как в России, а сантехник все тот же приходит. У меня был похожий случай. Недавно приходят гости. Тоже сантехники? Тоже творческая интеллигенция. И я жене говорю, а не пропустили нам по рюмахе? Она говорит, вот ты и пропустишь. Кошмар, жизнь. И я сидел весь вечер сам собой наказанный и трезвый, Валера. Понимаешь, Валера? У тебя есть выпить, Валера? Я не пью. Давно? 42 минуты. Почему я постоянно опаздываю, Валера? И еще такие мысли лезут в голову. Вот недавно тоже прихожу домой после работы. И жена с порога, где ты был? Я говорю, 12 дней я лежал под капельницей. Кошмар, что случилось? В железнодорожном депо обнаружилась ничейная цистерна спирта. Так. И там кто-то проделал снизу маленькую дырочку. И она уже, знаешь, целый месяц кап. Кто под этой капельницей только не лежал? Я тоже лежал. Веришь? Верю. Она не поверила. Они учились, им лучше ничего не доказывать. Я как-то со своей женой разговаривал, говорю, Сама! И ей так строго, говорю, Сама! Строже. Сама! Не пугай меня. Я говорю, мы женат уже 15 лет с тобой. Может, обмоем? Может, накапаешь немного? 15 лет, Валера, это с рук. 15 лет это... Это... Я не пью. Давно? 47 минут. Так, я говорю, мы женат уже 15 лет. У тебя до меня мужчины были? Были ли? Я так спросил. Она говорит, а ты не будешь стрелиться? Я говорю, нет. Она говорит, были ли? Я говорю, сколько? Да кто на нее позарится? Что? В смысле, она у тебя как зарево, конечно, были. Могло быть. Я говорю, сколько было мужчин? Она говорит, 7. Я говорю, эксцюзби, то есть я седьмой? Она говорит, нет, ты четвертый. Валера, жизнь полна сюрпризов. Конечно, я знаю. Я недавно захожу в новый досуговый центр, поднимаюсь на главный этаж и говорю, мне, пожалуйста, абонемент на весь год. Мне говорят, мужчина, это виноводочный отдел. Фитнес-зал этажом выше. Я как-то у меня был случай. Я зашел в автомобильный магазин, у меня жила до приора. Сочувствую. Спасибо. Я говорю, продавец, у меня лаза приора, он говорит, так и сказал, сочувствую. Я ему говорю, мне нужен комплект свечей на приору. Он говорит, нет никаких проблем. И привез мне свечи, знаешь, от чего? На КАМАЗ. От геморроя. Я ему говорю, товарищ, это свечи от геморроя. А он мне знает, что он сказал? На приору подходят. Валера, вот меня, в отличие от тебя, мне чей врасплох не застать. Вот можешь мне задать любой вопрос, и я сразу тебе ответом... ответ. Ну, например, население Кампучи до 2000 года. Пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста двадцать семь человек, включая детей и подростков. Докажи. Пересчитай. Принято. Ты про меня что-нибудь спроси? Какой-нибудь вопрос такой острый на мою тему. Ну, например, как ты провел свой выходной день? Опять в музей? А ты умный, Валерка. Что ты? Ты как этот, как Леонардо этот, как его... Какой? Да Винчис. А кто это? Не знаю, Леха знает. Он с ним лично знаком. Не, я тебе скажу, знаешь, я тебе скажу, что я ждал этот вопрос, и я свой день вчерашний, я его заснял даже на видео. Можешь посмотреть. Это же фотка, где ты ездишь на диване. Нет, Валера, это видео. Валера, ты же медбратом работал, Валер, хоть сколько-то накапали. С кеми только не работали. У тебя должны быть запасы, Валера. Я работал медбратом, братом Меда. Мы как-то с фельдшером везли в аэропорт одну шишку. Шишка опаздывала. А фельдшер, Валера, тоже, кстати, Валера, говорит мне, Валера, посмотри, у нас мигалка работает. Я так цифербат высунул в окно, говорю, нет, да, нет, да, нет, да. Ой, шишка накапала. Так ты мне накапаешь? Нет, да, нет, да. Нет. Да, Валера, нескромный вопрос. А что ты перестал баню с пацанами ходить? У тебя что, секреты появились какие-то? Ну, секрет... Секрет в принципе... Тихо. Кто-то подхрюкивает. Да это я. Секрет в принципе нет. Я как-то зашел в тату-салон, там делают тату. Я говорю, ребята, сделайте мне тату танка на всю спильню. Почему танк? Ну, а какие варианты? Они через пять минут мне говорят, готово. Я говорю, опа-на, а что так быстро? Они говорят, а что там накалывать четыре буквы? Валера, что ты меня отвлекаешь своими дурацкими рассказами? У тебя выпить есть, Валера? Накапал бы сколько-то, сколько... Что, у меня холостая охотка к тебе была, что ли, Валера? Валера... Я не пью. Я вижу, Валера. Валера. Умирь ждать. Валера, а я не понял, это что, лимонад? Лимонад. В связи с чем? В связи с началом здорового образа жизни. Пошла, 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 пошла... С началом здорового образа жизни, Валера. С началом здорового образа жизни, Валера. Друзья, будьте здоровы. А сейчас на сцену выйдут братья, которые в детстве не ссорились. И до сих пор живут дружно, потому что выступают вместе. Братья Александр и Валерий Пономаренко. Наш номер называется «Репортаж с универсиадой». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новости спорта. И сегодня внимание всей страны приковано к Новой Зеландии, где открывается всемирная универсиада. И на связи с нами наш специальный корреспондент Иван Куды-Попайло. Иван, вы нас слышите? О, Москва! Привет, Москва! Здравствуйте, как вам там работается вообще? Ой, замечательно, замечательно. Еще три дня назад в Москве слякоть морозы, а здесь в Новенькой Зеландии лето, море, песочек, красота. Да-да-да, еще бы. Все-таки, как вы узнаете происходящее? Вы вообще ходите на стадион? Какие сегодня были соревнования? А, значит, какие были соревнования? Да. В соревнованиях по гребле лучшими оказались... Наши спортсменки на бревне. Что-то у нас со связи. Наши гимнастки в весовой категории до 100 килограммов не оставили никаких шансов японским сумоисткам во главе с их лидером Тягамото на собаке. Иван, мне говорят, что у нас плохая связь со спутником. У нас пропал звук, вы нас слышите? А мы вас, к сожалению, нет, но картинка у нас есть. Может быть, как-то другим способом вы нам расскажете о последних событиях. Дело в том, что миллионная аудитория сейчас следит за нами хотя бы какими-то жестами. Я могу вас попросить, Иван? Спасибо, что вы откликнулись. Итак, какие сегодня проходили соревнования? Что-то, да, невесомое, легкое. Атлетика, легкая атлетика, замечательно. Ну и каковы результаты? Медаль, есть медаль, друзья, есть у нас медаль. Какого достоинства? Да мы вам верим, Иван, верим. Металлокерамическая? А, ну, конечно. Золотая. У нас есть золотая медаль, замечательно. В каком виде? Да не вы в каком виде? В каком виде легкой атлетики, Иван? Подкидного. Нет. Ну, метать. Метание. Да, да, метание копья. Ни копья. Ни копья. А чего же? Диско. Да, понятно, все, все. Мы знаем, что недавно стартовала парусная регата. Как там наши яхтсмены? Оторвались от соперников. А в данный момент что? Продолжают на яхте отрываться, да? Спасибо. А что у нас по водным видам спорта? Заплыв. Заплыв. Заплыв был, да. На какую дистанцию? Три по сто. А, по пятьдесят. Ну и как наши? Потеряли очки. Ну, очень жаль. Ну, а кто же лидирует? Японцы. Корейцы. Вьетнамцы. Ну, я не знаю, Иван. А, Китай. Понятно. Ну что ж, у нас есть еще немножко времени. Расскажите нам, какие еще значимые события сегодня были. Иван. Прилетели, видимо, артисты. Наши артисты прилетели, да? Понятно. Зачем? Поддержать. Да, понятно. Спасмены. Ясно. И кто именно? Можно вот... Руки вверх. Группа замечательная. Шнур. Я понял. Женщина. Привлекательная женщина, да. Ну, кто? Она артистка. Певица. Ну, музыкант. А, Бузова. Ну, понятно. Так. А, еще Баста. Баста, дорогие друзья, тоже... Да какой там Баста? Все, хватит. Был бы звук, я тебе сказал бы. Мало того, что здесь сижу в студии в Москве, как дурак изображающей в Новой Зеландии. Еще им тут звук пропадает. Все, хватит. Дорогие друзья, это был репортаж из Новой Зеландии. Спасибо. Спасибо. Братья Пономаренко. Жена, отправляя мужа одного в отпуск, ночью написала ему на спине зеленкой. Женат, двое детей. Когда муж вернулся, на спине была приписка «Поздравляю, скоро будет третий». Расскажи эту историю юмористу, и он обязательно сделает из нее целый номер. На сцене писатель-юморист Юрий Хвостов. Давным-давно, когда женщин звали еще не телки, а дамы, когда изображениями любовались не в Инстаграме, а в картинных галереях, люди не писали друг другу какие-то такие посты в соцсетях каверзные, да, они сочиняли друг другу остроумные эпиграммы. Я думаю, настало время возразить этот жанр, эпиграмм, потому что появилось очень много достойных персонажей. Начнем мы с телеведущей Елены Малышевой. Врачом решила стать она уже в четыре года, на детский утренник придя в костюме пищевода. Одному знаменитому киноартисту посвящается. В кино, как в жизни, одинаково. И вот судьбы свершился круг. Шарапов обманул Горбатого. Джигарханяна Цымбалюк. Как известно, недавно Барри Алибасов рассказал всем, что он попал в больницу, потому что выпил жидкость для прочистки труб. И вот Барри Каримовичу посвящается. Дихлофос и натр редкий, хлорка в трехлитровой таре, сиф, утенок туалетный. Вот что есть у Барри в баре. Анастасия Волочковой. На маскарад пойти решила с дочкой. Взяла себе костюм русалки на прокат, но порвала его мгновенно в клочья, сев по привычке на шпагат. Одной известной певице посвящается. То не мышь пищит, задыхается, это Бузова распивается. Сергея Шнурова. Бил Шнуров гвозди молотком, и хрязь по пальцу тресни, и в тот же миг наговорил он текста на три песни. Вы прослушали эпиграмму на русских рэперов. Леониду Якубовичу. Взобрался он на барабан, визжал, мяукал и пресал кан-кан, и все выспрашивал у бабушки в платочке, что это были в банке за грибочке. АПЛОДИСМЕНТЫ И финальное. Знал Штирлиц наш герой шпионской драмы. Запоминается, конечно, смысл последних слов. Так что забудете вы эти эпиграммы, запомнив лишь, что их читал Хвостов. Спасибо. Ваши аплодисменты Юрию Хвостову. Ты знаешь, Саша, недавно был такой случай. Жена на отдыхе потащила с собой супруга на шоппинг. Как только он попал в магазин, он увидел первую попавшуюся вещь, схватил ее и побежал к выходу. Его задержали и сказали, что если вы еще раз сюда вернетесь, мы обязательно вызовем полицию. Примечательно придумал. Молодец. Настоящий профессионал своего дела. Сейчас на эту сцену выйдет профессионал с многолетним стажем. Искрометный, любимый, писатель-сатирик Леон Измайлов. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Значит, что я хочу сказать. А вы, кстати, знаете, какие самые пьющие страны в мире? Нет? Я вам скажу. Зимой Россия, летом Турция и Египет. Но я хочу начать с одной байки. Вы, наверное, все помните такого замечательного артиста Владимира Михайловича Зельдина, который дожил до 102 лет. Вот. И когда ему исполнилось 100 лет, пришел к нему корреспондент и говорит, скажите, как вы дожили до таких вот преклонных лет? Он говорит, ну вы знаете, я никогда в жизни никому не завидовал, ни с кем не ругался, ни на кого не обижался, ни с кем не ссорился. Ну неужели, говорит, у вас не было врагов? Были. Ну они все давно сдохли. Пожалуйста, пожалуйста, можете аплодировать, не стесняйтесь. Я пережду. Ну и еще пару анекдотов для разгона, потому что я первый начинаю, вы еще, можно сказать, так неразогретые. Значит, двое разговаривает, один говорит, вообще ничего не боюсь. Боюсь только стоматологов и темноты. Второй говорит, ну стоматологу понятно, а темноты-то почему? А ты знаешь, сколько в темноте стоматологов? Два парня разговаривают, один говорит, слушай, у меня девица такая сейчас, я ее поцелую, и она в обморок падает. Ой, говорит, познакомь, не могу, она сейчас в коме. А знаете, к Турции сейчас все учат русский язык, потому что приезжают из России люди, надо бабки какие-то заработать на них, и все стараются изучать русский язык. Вот один кавказец приехал в Турцию, сел в такси, и, ну, вам, наверное, знакома эта ситуация, и турок, шофер говорит ему, как деля? Кавказец говорит, потому что. Приехал к нам один иностранец, ну, по делам, по бизнесу, приехал он в маленький городок, его поселили в гостиницу, такой, знаете, ну, две звезды, раньше дом колхозника назывался, и он решил узнать, как тут вообще какие-то развлечения, может, есть, он подошел к бабульке, которая на входе сидела, и говорит, скажите, пожалуйста, а куда здесь можно сходить ночью? Она сказала, только в ведро. Ну, все, закончили с анекдотами, считаю, разогрел вас, поехали. Ну, что вам сказать, раньше как в туалет ходили, возьмешь газетку и пошел, правильно? Сидишь, читаешь, а теперь как будто в экспедицию собираешься, ноутбук и два мобильника, Абсурд, да? Но мы ведь всю жизнь являемся актерами театра Абсурда, причем нашего Абсурда. Дурацкие вопросы, идиотские ответы, абсурдные действия сопровождают нас всю жизнь. В школе учитель задал мне идиотский вопрос, какая Волга впадает в Каспийское море? Я с перепугу сказал, река, он сказал правильно. Нормально, да? Причем этот абсурд, он вокруг, везде, в ЗАГСе, Жене садвой, один такой накачанный, короткострижный парень, девушка симпатичная, ну, регистратор говорит обычную свою фразу, готовы ли уезжать в жены Петрову, Нину Ивановну? Ответ, я чего сюда, блин, шутить, что ли, пришел? Особый абсурд, это, конечно, пьяный абсурд, это наш, такой, отечественный абсурд. Знаете, когда двое разговаривают, один говорит, выпить хочешь? Нет, а будешь? Да. Нормально, женский абсурд имеет свое особое название, это женская логика. В женской логике одна половина фразы совершенно спокойно может противоречить другой. Одна женщина говорила, я мужиков терпеть не могу, вот увижу мужика и не могу терпеть. Одна девушка рассказывала в интернете, говорит, решила удивить своего любимого, надела плащ, под плащом только бюстгальтер и трусики, поехала к нему домой, перепутала подъезд, поднялась на пятый этаж, позвонила в дверь, распахнула плащ, вышел какой-то маленький лысый человек, поднял руки вверх и сказал, значит, все-таки Бог есть! даже дети чувствуют наш взрослый абсурд. Мальчик сидит, песочница, плачет, проходит взрослый дядя, говорит, ну чего ты такой большой и плачешь? Он говорит, да пошел ты, дядя! Слушай, ты такой маленький, так ругаешься, дядя, ты меня задолбал, определись, то большой, то маленький. Медицина. Значит, врач и пациент тоже абсурд. Врач говорит, чего ты мне больной, вы не нравитесь? Ответ, доктор, да и вы не красавец. Мы большие мастера по абсурдным тостам. Никогда ни один иностранец не сможет понять наши тосты. Будем, дернем, за нас с вами и хрен с ними. Ну вот еще один особый тост. Двое сидят, один говорит, Вася, давай бросим пить. Второй говорит, какой хороший тост, а? Ну и выпили, конечно, за этот хороший тост, правильно? На остановке автобуса стоят трое, мужчина и две женщины. Подходит автобус, женщина говорит мужчине, скажите, я на этом автобусе до ГУМа доеду? Он говорит, нет. Вторая говорит, а я? Ну на каждом шагу абсурд. Дал одному знакомому 500 долларов на месяц. Через год встречаю, говорю, где деньги? Он вынимает мне список, кому он должен. Я там на 15 месте. Он говорит, да еще 500, я тебя поставлю на второе место. А вот абсурд, так это абсурд. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя Иннокентий. Не, во всем, во всем всюду абсурд. Купил стиральный порошок. Написано, 100 грамм в подарок. Открыл, нифига, один порошок. У нас абсурд, это, конечно, особый абсурд. Шел вечером по улице, подошел пьяный, в дупель мужик, и спросил, хочешь, в рожу дам? Я честно сказал, не хочу. Он сказал, ну как хочешь, пошел дальше. Я не перестаю балдеть от наших людей. Пить водку, пиво, шампанское, с шашлыками, торт с кофе, курить 20 сигарет в день, это нормально. А воду в чанях фильтровать надо, а то вредно для здоровья. Хочется задать мне Юрию несколько вопросов. Знаешь ли ты, чем отличается женская логика от мужской логики? Ну пожалуйста, пример тебе. Пример. Жена говорит своему мужу, дорогой, я сегодня три раза проехала на красный свет, и меня ни разу не оштрафовали, а на сэкономленные деньги я купила себе туфли. Прекрасно, это женская логика, сто процентов, сэкономила, все хорошо. Жена говорит мужу, дорогой, давай по дому разделим обязанности. Я помою голову, а ты помоешь пол и посуду. Железная логика. Это правда. Правильно. Вот, вот. Друзья, девушки говорят. Сейчас на сцену выйдет артистка, которая вам абсолютно все расскажет про женскую логику. И сделает это, как всегда, блистательно, неподражаемая, прекрасная, замечательная Клара Новикова. Какие же вы потрясающие. Боже мой, женщины, обнимите вы этих несчастных мужчин. Мужчины, обнимите вы этих женщин, даже если она не своя. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже сегодня зато это время вы так породнились, вы так сдружились. Вот те, кто уже не мог, ушли продолжать этот вечер вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Она его бросает. Она бросает, его, понимаете, бросает. Я так переживаю, я просто ночи не сплю. Да что же она, зараза, его так долго бросает. Не, 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 не то, чтобы я, этот Гришка мне нужен был, не то, чтобы я прямо на него молилась. Я вообще молюсь, только когда в Ване на весы становлюсь голым. АПЛОДИСМЕНТЫ Я когда у них на свадьбе была уйта, говорю, и когда эта Любка, этот букет невесты бросала, так я его поймала. А теперь и на Гришку бросает. Кто же его ловить должен? Ну, понятное дело, ну, правда же, я говорю, я что платье надела, я уже готовая. А чего? Я сейчас вам скажу. Слушайте, это же было так. Она жалуется на него. Она так на него жалуется. Она прямо жалуется. Она говорит, не могу больше сил. Сил больше нету с ним. Я же все на себе волоку. Я говорю, да бросай ты его. Да бросай ты его. Что ж ты волочишь все на себе, а? Ты ж такая красавица. А сама думаю, волочит она на себе. Она сама как швабра. И шо не наденет все на ней волошится? Все волоку. И Гришка при ней прямо как сморчок. А я думаю, а если бы вот это, вот это, мне бы ее наряды надеть, я бы в них выглядел как королева. И Гришка бы при мне был как трюфель. Чуха, вот ты посмотри на своего. Он сидит. А Гришка бы выбил. А она говорит, он дурак, он дурак, он дурак. У нее никаких устремлений жизненных нет. У него ничего не надо, кроме футбола. А на футболе, она говорит, он так орет, что от ужаса обе команды проигрывают. Я говорю, так и убрусь. Ну брусь ты его. Чего? А сама думаю, дураком она его считает. А мужик, для чего бабе в доме нужен? Для чего? Чтобы щи хлебать жену. Ублажать. Ну, а для этого много ума не надо. А шо, не так шо ли? Я думаю, хотела бы я на нее посмотреть. Хотела бы. Если бы ее, как меня, в кровать только гриб укладывал. Он мне на нее жаловался. Он мне говорил, да, Любка, она доска доской. На нее даже руку нельзя положить. Она соскальзывает. Я говорю, зато ее все в лицо узнают. Твою Любку. Она это лицо так разрисовала, чтобы от нее все тормозятся об это лицо. Я говорю, Иша, посмотри на меня. А ты на меня посмотри. У меня же формы роскошные. Да у меня куда руку не положи, всюду застрянет. Не соскользнет. Она говорит, он дурак, он дурак. И фамилия у нее дурацкая. Палкин. Я говорю, да ты шо, Палкина? Да, говорю, не фонтан. А сама думаю, а если бы его фамилию Палкин, да к моей бы фамилии Ёлкина. Красота. Прямо чистый фольклор. И Ёлкина Палкина. А че, сразу можно идти в казачий хор солисткой записываться. А шо не так выступает солистка казачьего хора Вера Ёлкина Палкина. Да ты так. А шо нет? А шо нет? А это вот я бы и спела так. Ёлочки, сосеночки в лесу я завалила. А реформа пенсии мне молодость продлила. АПЛОДИСМЕНТЫ Красота. А она говорит, она говорит, Люка, она говорит, ему одному, вот это в прошлом месяце, дали премию ему одному ноль процентов. Я говорю, ну это кошмар. Это хуже еще, чем изменить жене. Я говорю, это кошмар. Ноль процентов. А сама думаю, какая же баба хитрая и завистливая. Ноль процентов ему дали. Так дали же. А она говорит, а вот помнишь, он всем говорил, он всем говорил, что мы поедем отдыхать на Бали. Так вот, мы не поехали, денег не было. Так он и тут, зараза, выкрутился, а нахуй. Мы целый месяц просидели без света закрытыми окнами, чтоб люди думали, что мы на Бали поехали. Я думаю, господи, шо ж вы там делали целый месяц без света. Закрытыми окнами я говорю, шо ж вы делали? Она говорит, стыдно, стыдно, я говорю, так говори, так говори, я на себе представила, шо ж баба с мужиком-то в темноте закрытыми окнами. Боже ж мой. Она говорит, я не могу, ты растрепишься, я клянусь, никому ничего не скажу. Она говорит, у меня руки опухли и глаза на выкате. А она говорит, а мы старую крупу от моли отделяли. Фу ты, господи, я ж такое себе напредставляла. Я уже себе такое напредставляла, шо я даже от одной мысли этой забеременела. А она говорит мне дальше, ой, как же она говорит, я говорю, я не могу больше, я не могу, он меня не слушает, он меня как женщину не воспринимает. Я ему бывает рассказываю, 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 смотрю, сидит, рот открыл, слушает. Я пригляделась, а он спит. Я говорю, как же ж можно такую женщину, как ты, не слушать. Ты ж так кричишь, шо тебя с телевизора Малахова успокаивает. Женщина, перестаньте кричать, кричит. Она говорит, а вообще, я только тебе скажу, Верка, он как мужик тесто тестом. Я говорю, с этого места давай поподробней. Тесто, оно тоже, говорю, разное бывает. Бывает тесто, шо оно прет, и прет, и прет, и лезет, и лезет. А бывает, лежит пластом, и все. Лежит, только нарастегай, годится. Она говорит, растегай, не растегай, а мой высох, как крекер. Вот тут я и сказала, шо я про нее думаю. Тут я сказала, как же ж можно такого мужика, как Гришка, бросать. Как же ж можно. Да ты, говорю, тебе ценность только одна. Ты как жердина. И на этой жердине такой соловей засиделся. Ну шо она пошла к Гришке жаловаться, обиделась, рассказала все. Ага, на том они и помирились. Вот шо такое умная и мудрая соседка. А я шо я? А я так уже, одна. Хотя бы ночи спокойно сплю. Ну подумай же, Гришка, то другой будет. Жизнь, она и есть жизнь. Когда тебе хочется то одного, то другого. Правда? Ура! У меня к тебе вопрос. Пожалуйста. Бывал ли ты когда-нибудь на дегустации? Я имею в виду дегустация вин, например. На дегустации, конечно, бывал. У тебя какие больше нравятся? Мне? Молодые, легкие. А вот мне выдержанные, потому что чем вино старше, тем ярче букет и интересней послевкусие. Кстати, сейчас на эту сцену выйдет юморист. Он как выдержанное вино, ведь его юмор яркий и оставляет приятное послевкусие. На сцене Анатолий Трушкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера я сижу на работе, заходит мужик лет 30, одет аккуратно, но бедно. Говорит, «Доброе утро! Храни вас, Господь, вас и всех ваших близких». Я ему, ну, дальше что? Он здоровья, благополучия, душевного покоя, и чтобы спастись вам от лукавого. АПЛОДИСМЕНТЫ От кого? От лукавого. Ну, дальше что? Он, «Вы ночью сегодня во сне молились, чтобы ваш начальник сломал ногу и вас назначили на его место. Вас услышали». Кто? Кто все видит и всех слышит? Я его спрашиваю, «Начальник сломал ногу?» Сломал. «Меня назначили?» «Нет, сейчас утро еще не успели». Ну, я понял, жулик пришел. И он, главное, ни с того, ни с сего, с вас 143 тысячи 341 рубль. За что? Он говорит, «Чудеса требуют материальных затрат. Срочно организовали встречу вашего начальника с другом детства. Они пошли в ресторан, заказ на 15 тысяч, зеркало разбили. Ваш начальник погнался за проституткой. Это может быть, это его хлебом не кормил. Загремел с лестницы, сломал ногу, скорая помощь, хирурга 10 тысяч, отдельная палата. Там они с другом и с хирургом разбили люстру. Всего 143 тысячи 341 рубль. Я ему говорю, «Пошел вон». Он, то есть, если я вас правильно понял, платить вы не будете. Тогда вас отправят в командировку в Сахару. Вы там можете погибнуть. Я ему говорю, «Придурок, я всю жизнь занимаюсь целебной грязью в наших северных болотах. У нас никто слыхом не слыхал про Сахару. Так что пошел ты знаешь куда». И тут звонок. Звонит начальник моего начальника. «Твой вчера ногу сломал в ресторане. Спасал ребенка. И уже хлебом не корми, дай спасти кого-нибудь». «В общем, ты на его место». «Спасибо, говорю, я оправдаю. Он для начала командировку тебе в Сахару. А мужик уже пошел, куда я его послал». Я трубку бросил, побежал за ним, говорю, «Мужик, товарищ, я понял, ты с того света. Я думал, у вас там жуликов тоже полным-полно. Оказывается, они все здесь, у нас». Не догнал его. Короче, не надо никому зла желать. Даже во сне вас могут услышать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ